Теорема 1. Но это очевидное следствие теоремы 1. Конечно. Сейчас подумаю. Теорема 2 более очевидная. Кстати, они из одной почки. Они на самом деле родной тоже. Ну, короче, как... Нет, дай сейчас. Нет, я думаю. Мне кажется, что она была легче, чем будет отбиваться. Первая теорема. Пусть образ связанного множества не связен. Что такое, что не связен? Что можно разбить на две открытые, не пересекающиеся компоненты. Образ разбит на две не пересекающиеся, открытые компоненты. Просто посмотрите. Тогда это будет проводиться. Что-что? Сейчас. Давайте пока все думают, вы мне объясните про непрерывное ображение. Что? Вопрос задайте. Ну, образ... Сынность при непрерывном отображении. Я в идее не к нему это никакого сочетания. Представьте себе, что у вас имеется некоторая непрерывная функция. Да. Образбенная на каком-то множестве. И пусть это множество связанное. Нет. Что такое непрерывное отображение? Непрерывное отображение? Да. Вон внизу написана строчка. Вот это все не просто функция. Просто функция. Нет, это все не просто функция. А, отображение и функция это одно и то же. Непрерывная функция. То есть... Непрерывная функция. Это функция непрерывная в каждой точке в своей области определения. Отсюда, я понимаю. Еще раз. Пусть образ не связан. От противного доказывает теорему один. Пусть не связан. Что тогда? Когда я могу... А, тогда... Значит, у них по образу тоже будет непрерывная связь. Да, я прохожусь. А дальше, короче говоря, противоречие, потому что про образ должен быть связан. Алиса, прохожусь. Завязательно, солнышко. Солнышко. Пусть образ не связан. Тогда его можно разбить на два не пересекающихся, не густых открытых подножеств. По теореме ноль. Тогда их прообраз... Ну, поскольку у нас отображение непрерывное, их прообразы будут открытыми. Нет. Да? Потому что это не совсем открытые множества. Это открытые множества, если рассматривать вот этот... Секурсик, подожди, 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 стоп. Я сейчас... Совсем открытые. Алиса, не совсем открытые. Алиса, не бывает совсем открытые. Почему это не совсем открытые... Потому что... Выходите. Алиса, знаешь. Фантастические концепции в голове. Ну, ну, смотрите, да. Вот пусть у нас вот образ, да. Ну, например, вот два отрезка. Да. Вот, а там мы говорим, что вот одно из открытых множеств, это вот этот отрезок, а другой из открытых множеств. Да, конечно. Да. Вот, если мы рассматриваем наш образ, они, конечно, открыты. Да. А если мы рассматриваем всю прямую, они не открыты. дело в том что у нас же понятие понятие относительно пространство то есть что так вот когда у вас есть какой-то подножить на плоскость или потому что на прямой и вы в качестве рассматриваем множество взяли на него то понятие открытое у вас уже относительно этого то есть на самом деле это пересечении настоящего открытого множества очень просто очень просто отрезок будет открытым множеством если это по логическое пространство это объединение двух отрезок вот этим я просто начать паспорта а на самом деле еще раз если у вас имеется произвольное подмножество плоскости то то у нас есть понятие открытое подмножество относительно этого и звучит таким образом даже здесь на самом деле для любого y принадлежащего а.б. то есть окрестность она берется в множестве я вам сегодня же проекта как разговарив когда берешь точку то ее открытая окрестность это на самом деле интервал открытый с этой стороны и замки то есть каждая точка окрестность ее это берется до берется на плоскости кружочек и пересекаете с нашим множеством то есть если наших планическое пространство состоит из двух отрезков на плоскости то внутри него можно говорить об открытых множество и вот этот вот отрезку если на всей плоскости он является открытым а если наше пространство состоит из этих двух отрезков он очень даже потому что любая . вместе со своей окрестностью в этом множестве если у нас есть ли у нас имеется любое подмножество какого-то топологического пространства то вы не помните что-то топологическое пространство это любое множество часть подмножества которого носит гордое имя открытые при этом у нас были аксиомы пустое множество открытое все пространство открытое пересечение любых двух открытых открытое не обязательно топологические пространства не все топологические пространства метризуемые это очень частный тип так вот и и объединение любого набора открытых множеств открытое это называется топологическое пространство это идея такая когда выだけ любое технологическое пространство ну один из важнейших примеров вся позволь или-то прямая или наш тарметин и вырастут вот по в этом топологическом пространстве когда вверхе любое подмножество оно автоматически становиться этапологическим пространством если договориться что открытое это пересечение его с любым открытым так заново наведенная топология соответственно когда на плоскости берете два отрезка на них с всей плоскости наведена топология открытым подможеством называется пересечение любого открытого множества плоскости с этими двумя отрезками все так все таки вы как-то давайте мы продумали да я теперь поняла что он здесь сказал и в общем вот то что он сказал и свое осуждение скажите и мы поймем что было правильно еще раз у нас есть теорему 1 пусть есть пусть есть какое-то связано образ какого-то связано разбить на два не пустых не пересекающихся да тогда у каждого из этих подможеств вот я это уже нет нет потому что они открытыми а в принципе они не открытыми они открытыми в этом пространстве они открытыми в пространстве которое является множеством значений нет 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 а почему можно рассматривать для технических эпидемиологических пространствах ну вот когда есть два отрезка мы сами нарисовали я не понимаю когда мы их прообразим почему они будут открытыми они будут открытыми в том множестве когда вы здесь берете любую эпсилонокрестность представьте множество значений не состоят из двух отрезков берете любую точку а потому что даже самая осуждения только эти два ровно то же самое рассуждение можно здесь самый вопрос а если вы получили противоречию в теплогическом пространстве то это нормально вообще ничего чего чего сейчас скажем противоречий в теплогическом пространстве я не знаю, но вы говорите что они в каком-то типа Вот в топологическом пространстве, что они вообще... Кто они? Пап, выйди. Пошли. Итак, мы его подтверждаем. Напомню. Сейчас. Я уже тоже начал. Вот у нас есть два отрезка. Да. И вот в топологическом пространстве, связанном с этими двумя отрезками, они открыты, да? Да. Да. А почему мы будем рассматривать именно вот это топологическое пространство вообще? Потому что, смотри, множество всех значений нашей функции. Оно, в принципе, запросто может состоять из двух отрезков. Да. Оно вообще может быть устроено очень хитро. Либо один, либо минус один, да? Потому что такое будет, да? Это запросто. Вот. Оно может быть устроено довольно хитро. Но, тем не менее, если вы возьмете у любой точки епсилонокрестность, у любой, у любой точки, да, то по определению непрерывной функции должна найтись у любого ее прообраза окрестность, которая проваливается при нашем отображении в нашу окрестность. Вот и все. Это вы просто не поняли то доказательство теоремы многих. Я все-таки, поскольку должен продвигаться, то, извините, считайте, что теорема 1 доказана. Образ связанного при непрерывном отображении связи. Кто пойдет точно так же, докажет теорему 2. 1 к 1 доказанному. Получается. Ну давайте. Так, значит. Мы вот реально теорема идут, почти не помню, про что это теорема. Что про образ связанного связи. Да. Значит, вот возьмем образ. Компактного множества. Докажем, что он компактный. Ну, рассматриваем какое-нибудь его покрытие этими открытыми множествами. Любым образом покроем образ компакта открытыми множествами, да? Да. Покроем открытыми множествами. И докажем, что из него может выбрать конечное подпокрытие. Для этого рассмотрим каждый из наших открытых множеств. И его прообраз. Да. И возьмем его прообраз. Он открыт. По теореме множествами. И они все вместе покрывают наши множества. Наши множества. Значит, конечный их набор покрывает наши множества. Значит, их образы покрывают образ. Вот. То есть вообще не теоремы, а вообще очевидно. Да. Это что? Да. Ребят, как ни странно, но первый путь, доказательства мы прошли полностью. Пожалуйста. Почему из-за этого всего? Следовательно, я увидишь сразу. Потому что отрезок компактный. Да. Можно сейчас, пожалуйста. Можно. 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 отрезок компактный. У нас это на отрезке он был. Отрезок связен. А. А. Она-то права. Мы это не доказали. Как? Связанность отрезка мы не доказали. А. Не доказать связь. А. Ну, Алиса, согласитесь, когда мы докажем связанность отрезка. Отрезок компактный. То есть, по теоремам 1 и 2, значит, получается, что образ тоже связен и компактен. А. Значит, как мы сегодня доказали, это отрезок. А. Да. Вот. Таким образом, действительно, мы просто должны доказать связность отрезка. Ну, да. А. Доказать связность отрезка. Так. Связность отрезка. Сейчас. Это, конечно, легко, но доказать-то надо. Отрезок связен. Смотрите, вот у нас есть какой-то отрезок, который… Смотрите, а у нас метрическая пространство. Да. В отрезок, он самый шлементрический. Да, классно. Вот от А до В. Да. Да? Ну, предположим, что мы смогли выбрать два таких открытых, которые его покрыли, которые его покрыли и не пересеклись. Вот они где-то вот не пересеклись вот здесь вот. Ну, мы не можем разве рассмотреть вот эту границу, вот эту границу, значение вот в этой границе. Открытые множества не есть интервал, не всегда интервал. Не всегда я понял. А, да. Я думал, что это изменение интервалов. Точно. А самая максимальная сточка? Да, что? А, ну, что тут будет. Да, я понял. Ну, все, спасибо, Андрей. Все, спасибо. Вообще-то он дело сказал. Нет. Пусть отрезок разбит на два множества. Да ладно. Вы понимаете, что там должна быть точка из одного, должна быть точка из другого. Да? Ну, замечательно. Ну, вот там, я не знаю. Скажем, вот эта точка пусть принадлежит первому. А вот эта точка принадлежит какому? Второму. 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 А, день пополам. Она плохая. Угу. А чем она плохая? Она принадлежит первому. Ну, в конце концов. Принадлежит последовательность вложенных отрезков. Каждый из которых является половиной предыдущего. Да. Мы получаем предельную точку. Вот. И она не может принадлежать ни одному из этих множеств. Потому что тогда оно не будет открытым. Потому что сколь угодно близко к ней есть и точки из первого, и точки из второго. Да. А значение в ней должно, извините, чему-то, ну, не значение, а вот, она должна принадлежать или первому, или второму. Почему она, сейчас. Мы берем вот эту точку из структ. Предпредельно. Бересечение всех секциях. То, допустим, она принадлежит первому множеству. Тогда первая не открыта. Потому что какую высокую эпсилуокрестность мы не взяли, там найдут с точки из второго множества. Сколь угодно близко. День и с точки из второго. Понимаю. А по определению открытого, значит, есть такая... Определение, что сколько угодно есть точки из второго. Это значит, что невозможно подобрать такой эпсилуокрестность, чтобы все точки принадлежали первому. А. Все. Это как раз и означает, что она будет 50. Да, да. Спасибо. Еще опомнил. Класс. Ну и с второго она тоже будет. Естественно. Ну все. На этом первый путь доказательств закончен. Теперь включаемся и понимаем, что не обязательно было так долго, а можно было просто доказать ЛМ1 или ЛМ1. О. Как это мы заказали теремму. 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 Мы доказали. Она может отреговорить. Наверное, еще пригодится просто. Не-не-не. Все пригодится. То, что мы сейчас сегодня делаем, это основа от анализа. Это, безусловно, все сто раз используется. Это понятно. Вопрос не в этом. Можно было идти через лему 1 или лему 2? Почему? Очень легко. Ну, естественно, это противно. Что такое? C. Continuous. Moscow Center Continuous Mathematical Education. Continuous, значит, что там занимаются непрерывными функциями. Московский центр непрерывного математического образования. Кажется, это непрерывный функция. Да. Множество всех непрерывных функций определенных на отрезке. Там, кажется, два C написано, и они разные вещи означают. Абсолютно разные, да? Это, по-прежнему. Вот та, которая справа, она означает непрерывный функция. Да, да, да. Та, которая C равно это... Только, наверное, слева. Это просто число. Лицо правильное. Значит, давайте лему 1 сначала. Представьте себе, что у вас есть непрерывная функция, определенная на отрезке, и она не ограничена сверху. Кстати, все понимают, что теорема о промежуточном значении это, по большому счету, и есть та самая теорема о связанности отрезка. Промежуточное? Конечно. Вау. Ну, это мы потом еще обсудим как-нибудь. Но теорема о промежуточном значении, по большому счету, сегодня доказана. Да. Связанность. Множество значений непрерывных функций связано. Это не называется непрерывное промежуточное значение. Она принимает все промежуточные значения связано с этим. Тем не менее. Пусть множество значений не ограничено. Что тогда? Тогда есть точка, в которой значение функции больше единицы. Назовем эту точку x1. То есть, если функция переводит отрезок в вещественные? Нет, секунду. Когда у вас стоит функция и стрелочка, это не означает, что множество значений совпадает с множеством вещественных числах. Это только означает, что все значения являются вещественными числями. Может, это принадлежит? Что? Значит, еще раз повторяю, что от вас требуется? Если множество значений не ограничено, требуется сказать, что для каждого натурального числа n есть такая точка, что f от xn больше, чем n. А мы же умеем доказывать, что если у нас на отрезке есть бесконечное множество точек, то найдется хотя бы одна суть. О, молодец. Голосование. Кто реально это умеет? Я прослушал. Для любого бесконечного множества точек на отрезке есть предельная. Есть точка, к которой стремится. По-честному поднимите руку. Не стремится. Точка, которая является предельной точкой, это множество. Заметьте, а дочь, кроме вас никого нет. Или вот, значит, смысл такой. Когда вы возьмете вот эти самые точки, это будет счетное подмножество отрезка. Согласны? А вот дальше очень важная вещь, которую он сказал. Для любого бесконечного подмножества отрезка есть точка, являющаяся предельной точкой для этого множества. У любого бесконечного множества на отрезке есть предельная точка. И вот эта-то точка и даст нам то самое противоречие.